Привет всем пчеловодам, любителям и профессионалам. Сегодня 12 октября. Я начал пересматривать некоторые семьи. Окончательная подготовка в зиму. Я обнаружил в некоторых семьях появление расплода. Их восток Украины, Запорожская область. Плюс 25 сейчас в тени. Я стою в футболке. Работаю на пасеке. Эту семью я показывал 2 октября в ролике. Контрольные улей. Сейчас он в одном корпусе. Я его сократил. И в этом уле я обнаружил расплод. Вот видно начинает печатать. Это прошло 9 дней. На 9 день запечатываются личинки. Расплод такая одна рамка. Такая площадь. Здесь открытый. Остальные рамки пересмотрел. Расплода нет. Ось така фигня малята. Як казав дед панас. Це я, дед панас. І до вас завітав, щоб розважити вас. Температура высокая в октябрі стоїть. І вперві я вижу, що матки зачервили знову. У мене раніше такого не було. Ну, поздній расплод був. І не один год. Бувається, буваєш, що це там конец октября. Їсть ще там п'ятки расплода на выході. Убираєш їх просто і все. Підом на перетопку. Зараз я вижу конкретно, що матка не червила. І тепер она зачервила. І там починає печатати рамку с расплодом. Це, конечно, плохо. Що п'єлі знову вернулись в лето. Це підійде розход корма. Лишній ізнос п'єл. П'єлі про прогнозу обещає 23-26 градусів в ближайшу неделю. Климат, конечно, поменялся конкретно. Раньше, помню, в школу ми ходили. В начале октября було минус 8 заморозків. Листья падали на орехи. Сейчас все зеленое стоит. Никаких заморозков нет. Летня температура. По утеплению я утепление не снимаю. Вернее, я пробував, экспериментировав. Снял там в п'яти ульях утепление. Матки там как червили, так і червят. Получається, я їм только хуже делаю. Поэтому нет смысла снимать утепление. Пускай уже червят. Пока не наступит похолодание. И получается, приноса пыльцы нет. Все равно матки начали червить. Кормов ульей хватает. Пирга есть в рамках. Начали они червить. Тепло. Думаю, что весна пришла. Если честно, я немножко в шоке, что матки зачервили. Пока обнаружил расплод в десяти семьях. Вновь зачервивших маток. Это матки молодые. Как молодые? Они относительно молодые. Июнь-июль. Срок вывода. Августовских маток у меня нет поздних. И все равно начали червить снова. В старых матках вроде бы расплода нет. Но еще посмотрю. И сейчас преимущество видно тех улей, где стоят в тени. Они полдня в прохладе. Ночь все равно 12 градусов, 10. Там расплода нет. А там, где на солнце сильно прогревается, там расплод появился. Получается, осень лучше улей держать в каком-то полузатенении, если есть возможность. Ну, вот такая ситуация. Теплая осень, 2020. С каждым годом теплее и теплее. Так что смотрите по своему региону. Планируйте работы на пасеке. У нас в Запорожье пока так. Поэтому я не спешу складывать гнезда окончательно в зиму. Хотя уже все там подготовлено, сформировано. Осталось изъять рамки. Еще, наверное, обработаю раз от клеща и все. Всем удачи и хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!